В прошлом году в медико-социальный центр поступил 67-летний житель Знаурского района Руланд Джиоев. Три года назад он постепенно стал терять зрение на один глаз. Спустя два года он потерял зрение на оба глаза. После медицинского осмотра ему установили диагноз катаракта обоих глаз. Но врачи дали надежду – зрение можно восстановить путём операции. Директор медико-социального центра Чермен Теблоев обратился в Минздрав Республики с просьбой направить Джиоева Руланда на операцию в Северную Сетью. В начале марта Джиоева направили на операцию во Владикавказский глазной центр. Операция прошла успешно. Джиоеву полностью восстановили зрение. Зрение я стал терять постепенно. Три года назад я слеп на один глаз, а через два года – на второй глаз. После того, как я оказался в медико-социальном центре, меня отправили на лечение во Владикавказ. Сложно жить человеку без зрения. Теперь, после операции, я словно заново родился. По словам директора медико-социального центра Чермена Теблоева, за 20 лет работы в этой сфере он впервые стал свидетелем того, что постояльцу центра была оказана подобного рода высококвалифицированная медицинская помощь. На микрохирургию глаза будут направлены ещё несколько постояльцев. Внимание центру оказывает не только государство. Частные предприниматели, просто жители республики, всё чаще и чаще поставляют в пансионат продукты питания. Раньше не было такого, но они сейчас поняли, что в пансионате находятся люди, которые нуждаются посторонной помощи. Кто-то про них заботится, кому-то они нужны ещё в этой жизни. И они, вот когда они видят, что вот приходят люди, им оказывают помощь, вот видно по ним, что они радуются, им становится легче. Сегодня в медико-социальном центре 25 постояльцев. Все они находятся под государственной опекой. Но любая поддержка со стороны жителей республики не бывает излишней. Ирина Битева, Аида Кочева. Информационный выпуск сегодня.